Полевому командиру С-7 от советского командования, крайне важно, мы получили это отрывочное сообщение от группы разведки, отправленной на предполагаемый испытательный полигон союзников. Вам необходимо это расследовать, если за этим действительно стоит хроносфера, то это идеальный момент для ее захвата, проследите за этим. О, это клевая миссия, тут у нас вроде юниты меняются способностями из-за нестабильной хроносферы. Типа здесь обычные вроде как танки, тяжелые танки, они шмаляют катушку, как будто катушка Тесла. Эти ракеты В-2, М-2 или как они так называются, не помню, они вроде как начинают шмалять этим ядерными ракетами. Кстати, знаете что, чатик, я люблю вас опускать, но сегодня я это делаю только по одной простой причине, мне надо вас растасовать вот здесь. Вы не против? Вот так. Надеюсь, вы не против. Я вас не опускаю, я просто вас ставлю в то место, где вам будет удобнее. Так, все нормально, нормально, отлично. Так, стоп, последний момент. Все, возвращаемся в игру. Так, понеслась. А что за музыка у нас играет какая-то? Давай другой саундтрек. Нет, другой саундтрек. О, понеслась. Ее. Вот это уже нормальная тема. Так, тут где-то у нас сверху поле, хотел сказать Тиберия, но нет, не та вселенная. Где-то у нас есть поле с ресурсами сверху. Черт, нифига себе. А, а вот и оно. Так, надо разведку заделать. То сейчас будет на нас вроде сразу по КД влетать, но боты здесь всегда влетают на игрока. С самого начала, так сказать. Так, ну миссия вроде не сложная, учитывая то, что здесь наши юниты будут читерными, так сказать. Да, это Хеллмарш. Только немножко переделаны. Ну, ремиксовые, так сказать. Что может быть лучше, чем Хеллмарш? Ремикс Хеллмарш. Так, казармы, поехали. Хотя нафиг там... Не, ну надо, надо. Ну как это мы без казарм? Ну ё-моё. А как же сделать бесполезных пулеметчиков, точнее автоматчиков, которые будут вроде как стрелять, вроде как даже кого-то убивать, но практически бесполезно. Так, давай огнеметок. Огнеметиком будет веселее. Хард быстро может загубиться 10-й виндой. Нет, тут не в 10-й винде дело. Я, когда стримил прохождение кампании оригинальной, Red Alert 1, у меня какие-то проблемы с жестким диском было. Именно из-за этой игры. И именно в этой игре. Не знаю, что за проблемы были и почему они были именно там, но хз. Ты убежишь его второй барде этого парня на зону, в честь фаната. Я находил этого чувака, вроде. Когда сам проходил. Когда проходил на видосах для нашего канала, не находил. Так, что делаем? Ну, а пара гранадёров, пара автоматчиков. Неприятно, неприятно, когда денег мало. А как же ремикс ремикса? Не знаю. Наверное, для совсем искушённых ребят это... Как же мало денег. Просто катастрофически не хватает. Кстати, не стойте рядом с огнемётчиком, когда он хочет чихнуть, если не хотите стать афроамериканцем. Возможно. Он, так сказать, вас в обугленную штуковину превратит. И даже не скажет, зачем он это сделал. Он такой горячий парень. После третьей части это, смотри, трудновато. Что? Первый редальник после третий? Ну, в каком-то плане, да. Но, с другой стороны, это моя самая любимая стратегия. Я вообще привык вот к такой игре, если кто не в курсе. Я вот к такому редальнирую, что привык вообще. Но играю в ремастерной графике, чтобы оправдать запуск моей ремастерной версии. Плюс, чтобы вашим глазам больно не было. Так, есть. Дело сделано. Так, сразу создаём себе ещё один комбайн. И потом тяжёлых танков делаем. Штуки... Штук пять. Так, орудия Тесла нам надо. А нафига нам надо? Я только ради удобства, наверное, на ардарчик себе заделаю. И то, наверное, потом. Сначала надо сборщика орудия заделать. Он стоит 1400. Обогатитель 2000. Да. Логичнее сборщика заделать. Такие дела. Чё-то как-то маловато народу у нас со стрима. Наверное, надо было это на ютюбе запускать. На тебе, может быть, побольше народу пришло, да? Ну, хз. Вспоминается та самая Дюна. О, Дюна вторая или Дюна 2000. Да, это классика классики, так сказать. Вы чё? Да, знаю, что денег мало. Надо сейчас электростанцию, кстати, делать. А сколько он привозит еды? Руды? 500 вроде? Да, вроде 500. Я говорю, что, возможно, на час минимум изо народа. Ты о чём? Никакого часа. Я буду два часа минимум стримить. Ты чё? Какой час? С ума сошёл? Тут каждая миссия по часу может длиться. А я планирую сегодня миссии 3-4 минимум пройти. Так. Хотя, на самом деле, вспоминай, когда мы проходили оригинальную кампанию Red Alert. Там была та же у нас самая проблема, да, с количеством народу. Типа тоже немного людей было. Так, 40, но энергии хватает. Но потом видосы начали люди прям очень много смотреть. Red Alert Remastered. Прохождение у меня на канале. Наверное, самый смарт. Одну из самых смотрибельных у меня на канале. Так, пошли разведку сделаем. Я просто не помню, где здесь враги стоят, так его надо валить. А, вот и они уже пошли. Вот и танки. Нет, давить не надо. Ну, на-на-на. Мужики, ну мочите его. Это ж лёгкий танчик. А, и, кстати, тут же кнопочка С не работает. Ё-моё. Как неудобно. Ну, типа, нельзя на пупку С вызвать панель постройки. Ой, починки. Очень неудобно. Так, опа. Интересно. Так, мужики, вы чё, охренели совсем? Так, поехали. Танки, танки, танки. Хорошо. Здорово, Максим. Завтра на природу, посмотри, как там птички. Посмотри, разведай обстановку, так сказать. Так, надо, наверное, пару ребят оставить на базе. О, они вроде как раз-таки. Да, 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 не ты сад пушками шмаляет. Прикольно. Давай разведку сделать. Тут вроде где-то враги должны быть, где-то ресурсы должны ещё валяться. Ага, вот и враги, понял. А, они ставят как двойные, так как танки с двойными пушками? Ни хрена себе. То есть, лёгкие танки, жёстко. Типа лайт-танк, который стреляет как, получается, как хэви, так как мои танки. Прикольно. Но мне это не нравится. Так, хэви танки есть, всё есть. А что вам надо ещё? Ремонтный завод можно, техцентр не вижу смысла. Можно ещё ремонтный завод заделать. Чинить. Понимаю. Можно взять ремонтный завод ещё чинить. А чё у них не убивают? Хрена себе, чё так больно. А чё такой урон слабый? А, они, нормально. А чё он был слабый такой? Прикольно. Прикольно не понял. А куда они едут? До сборщиков руды? Ну ладно, удачи вам, ребята. В этом нелёгком деле. Ты давай сиди на базе? Интересно, вы тут придумали, конечно. Все изменены. Да-да-да, я знаю, что все изменены. Да, есть давай уже. А, ты тут... Комбайны сами разберутся, какие проблемы. Ну да, тут миссия прикольная тем, что типа тут всё поменено. Все юниты нестандартные, вроде шмаляются. Да, эти танки быстрее стреляют. Типа того. Так, всё, там его прибили. Ну, тут везде враги, это ожидаемо и очевидно. Но надо делать тупо хэви-танки. Будут хэви-танки, будет всё хорошо. Галбец, берегись. Наверное, надо. Но я думаю, тут тактика именно танками будет... О, ракета V2. Вот её лучше не делать вообще. Она ядерной бомбой вроде шмаляет. Это будет неприятно. Ага, тут танк, который шмаляет, как хэви-танки. Ну, давай два танка туда отправим. Один на защите пусть сидит. Так, и нам надо, наверное, уже одного сборщика руды отправлять наверх. Хэви-танки, тесла и шмаляет, что может быть прекраснее. Жак, они дорогие, они 950 стоят. Нет, 1500! Хэра себе дорого! Слушай, жил? Классно! 1500 за танк! Что это дорого? Так, надо разведать, чтобы здесь не было врагов. И нам надо отправлять одного сборщика руды уже сюда. Как думаешь, может ли Димитреск использовать в качестве оружия свои дыньки? Да легко! На все фантазия фанатов, так сказать. Даже если народ подоль актива, да? Крикит, это моя самая любимая стратегия в реальном времени. Самая, повторю. Я в ней могу часами сидеть, и мне она никогда не надоест. Блин, надо было, наверное, поставить мод Quality of Life. А, все тут... Нет, стоп, а тут еще есть руда, иди собирай. Ты что, дурак? Собираю руду. Так, три танка, думаю, можно начинать зачистку местности. Если что, починимся. Я тут починку сделал, она нам пригодится. А, все, они стоят даже... Не реагируют на нас. То есть я могу издалека их расстреливать. Вообще класс. Этим и займемся, думаю. В этом, так сказать, и фишка. Тесла танков, елочек наших любимых Тесла. Тут есть кто-то из врагов или нет? Надо почистить тут все, чтобы точно знать, что здесь врагов нет. Отлично. Вообще, просто неприступная, блин, оборона. Так, что у нас там с ресурсами? А ты что, не собираешь, не плывай? Иди, собирай ресурсы, дурак. Ой, это что за фигня? Алло, 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 танки. Танки 1500 стоят. Охереть, дорого. Ё-моё, откуда они здесь берутся? Наверное, их здесь транспортик выгружает по КД. Ну, чё не стреляем, алло? У них она КД долгая. Тупят. Капитально тупят. Капитальнейший тупят. Блин, обычно пулеметчики, и так урон много сносит. Нифига себе. Так, хорошо. Здесь вроде как все почистили. Все, один танк можно сюда отправить на защиту комбайнов. Сюда на починку давай. Да блин, ты еще приказываешься, он не собирает ресурсы там. Иди собирай. Вручную буду все делать. Попробуем, Саньки, ближе к середине миссии, тут серьезные тормоза были. Тут должно быть измененное вооружение у мамонтов, а гаубицы дальше стреляют. Да, вроде так и есть. А на Саньке все лагало, потому что там, когда до хрена юнитов на экране было, на первый PlayStation проблемы проблемные были. Постоянно. Там постоянные были с этим проблемы. Там лаги дичайшие были. Так, ты не починился, жаль. Ну там, думаю, разберутся. Так, а вот с деньгами беда. Да ты что, он не собирает ресурсы. Ладно, едь сюда сразу. Так. Что у нас тут? У нас разведчики закончились. Да, надо сделать 200 автоматчиков. Что-то дорого. Давай лучше гренадер, он дешевле. Нам нужна разведка. Я не знаю, где враги. А у нас танки Тесла эффективные как раз на дистанции. На большой дистанции, повторюсь. Поэтому надо этим пользоваться. Но они вроде отсюда ломятся, значит, они где-то отсюда как раз с ним толпой и идут. Давай пока отменим, починим лжетанцы. Не, ну у них когда очень долгое просто, вот в этом прикол. Так-то они довольно сильные, да. Так, тут что происходит? Ой-ой-ой, еще танк валит. Блин, что больно. Они, наверное, реально выгружаются здесь по КД. Все, приехал, ты едешь чиниться. Так и порешаем. Ну вот еще пацаны выходят. Давай разведка делаем. Юнит, а может Совет Юнит. Ух, ех, твою налево. Это что-то? А это гаубица как раз. Ой, шпион. Готово. Готово. А шпионы что делают здесь? Ядерные ракеты закидывают, нет? Ни хрена себе там гаубица длинная. А, это она аж отсюда сошмаляет. Нихера себе, через полкарты она стреляет. А что такое, денег опять нет? Да вы задолбали с этой нехваткой денег. Блин, мне надо дофига танков. Вот эти ракетчики, это прям... Заноза в задницу. А гренадеры у меня вроде как... Коттель молотого типа кидаются, да? Да, прикольно, ребята. Хорошо. Так, юнит готов. Совет Юнит. Так, легкие танки. Еще делаем два танка. Ой, тяжелые танки, извините. Гранадеры, фогненные гранаты. Да, так есть. А, кстати, можно ли тут... Убрать вот эту штуковину, нет? Ой, это что такое? Блин. Сейчас бы танк не потерять. Тут лучше танки не терять, они в починке дешевле вроде. Тогда есть смысл заделать гранадеры и попробовать здесь прожечь, чтобы они быстрее наши хорвестеры доезжали. Да, миссия вроде не сложная, но если я с ним свои запары, так сказать. Ну да, попробуем. Давай сюда. Ох, ё! Вот это надо идти убивать. А я не вижу, где она. Твою налево. Давай, 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 выжигай, выжигай. Блин. Есть, готово. Не, ну слушай, это читы. Это читы, это очень больно. Ни хрена себе, как больно. Легкие танкеры, которые работают как тяжелые. Офигеть, деревья вроде везде уничтожают при длительной стрельбе. Ну, давай попробуем. Грандки туда покидаем, пусть сгорят. Вот сюда давай. Может уничтожиться. Так, ну танки надо контролить. Если мы сейчас их очень сильно просрёмся, то будет нам очень тяжело дальше жить. Так, ну да, главное артиллерию контролить. Будто выезжать арта, надо её быстро сливать. Блин, как же денег мало. Вроде два хорвестера, вроде должно хватать, но ни хрена не хватает. Тут какая-то заруба ещё была. Чё-то уничтожается, уничтожается, не? Давай, дерево сжигай. Может это? О, это вроде горит. Хорошо, может быть его можно уничтожить. Близи с деньгами тут реально проблемы. Сейчас попробую, если дерево можно сжечь, это будет клёво. Вот, потому что наши хорвестеры будут быстрее доезжать до пункта назначения. Так, это, кстати, тоже надо починить. Прикольная миссия. Машка, сосиска, крыска и риска, кот бутербот. Всё это мы вырежем. Конечно вырежем! Так же, как и проклятых капиталистов. Танком дерево пошмаляй. Я вроде сжёг, его нет? А ну ещё раз. Так вроде сжёг. А чё не работает? Нельзя проехать. Нельзя проехать. А чём прикол? То я попробую танком. Реально попробую. Ну всё, у врагов вроде деньги закончились. Да ну отъедь ты, ё-моё. А не, всё ещё ломятся. Это вроде не работает. Но подожди, я же сжёг вроде дерево. Или так это не работает? Ну попробуем. Так, танк готов. Ещё два танка давай. Ох, капец, там народу ломится. Ну чё, мужики, готовимся отстреливать. Солдаты, сэр, мы не бобры. Зачем вам атаковать деревья? Просто. Потому что командиру так хочется. Командиры лично не принялись к деревьям и Гринпису в частности. Всё, выжгли этих ребят. Это что за фигня? Машинка какая-то? Надо пойти её уничтожить, наверное. Да, машинка. А чё машинка шмаляет? Пулемётиками? Так, танк надо спасать. Блин, спас. Не, машинка вроде обычная. Е-мое, чё так больно? Не, не ломается ни хрена. Ладно, будет объезжать, ничего страшного. Двигись, энтов. А, нету тут энтов, Макс. Не так вселенная. Так, ещё там. Надо ехать зачищать это место. Желательно сделать разведку сначала. Мастер, она на ноутбуке удалила майнкарк, тем временем я удаляю её две игры. Прикольно вам, наверное. Когда чизер начал сжигать деревья, мы в тот же момент бобры объявили войну. Это я им объявил войну, а не мне они. Так, давайте разведаем. У нас сейчас деньги, конечно, на вид золота, потому что их у нас ни хрена нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Понял. Так, сюда лучше не идти. Хотя бы сжизы лучше не идти. Мы же можем сдалека всё сделать. Так, так-так-так-так-так-так. Ну, разведка, думаю, нам тут уже больше не нужна. Так, давай подъезжать аккуратненько. Смотрите, можно всё-таки ракету по приколу сделать? Она хоть ядерной бомбой шмаляет, но мне кажется, будет красиво. Не хотите пострелять, нет? А если ближе подъехать? Вот, другое дело. Давайте, огонь. Всё, готово. Блин, нам бы разведку какую-то сделать. Тут ни хрена не видно. А у нас аэродрома нет? Кустовка ПВО, орудия Тесла, военный завод, верфи, верфи. Не, нет аэродрома. Жаль. Благодаря аэродрому мы бы разведочку делали. Она очень пригодилась бы нам. Как же больно он делает. Сука, обычный лайт-танк. А так больно, как будто я не знаю, от мамонта получаем. У него, наверное, урон реально, как у мамонта. Реально, такое ощущение, будто у него урон, как у мамонта. Пипец. Так, ладно, пока что сидим-пердим. Собираем деньги. Для нападения ядерка супер. Да, я тоже так думаю. Давайте, наверное, одну ракету В2 сделаем. И будем где-то тут её держать, чтобы она случайно не шмальнула. Как-то так. А то если она шмальнёт, а то и будет больно. Так, шпионы нам тут не нужны. У нас у самих денег ни хрена нет. Всё, поехали. Так, а разведчика нам бы надо, конечно, заделать. Давай, гранадёра. Следующий стрим. Hello, my comrades. Но бобры объявили мне войну. Ха-ха. Чёртовы бобры. Мне нужна разведка. Мне надо, чтобы кто-то сюда... Прошёлся. Думал, я тебя не замечу? Думал, я тебя не переиграю, не уничтожу? Я тебя уничтожу. В смысле? Тестов движение какая-то странная. Она фигово работает. Блин, надо валить. Буквально 3 КП сносит. Просто с одной плюхи. Больно. Деревья не сносятся. Если бы снесли деревья, было бы немного проще и быстрее. Процесс бы уже закончился, наверное. О, не, мы тебя держим на базе. На всякий случай, нафиг надо. Так, всё, едем на разведку. А ты куда едешь? Далеко собрался? Блин, они как-то тут сподветрены нападают. Смотри, какие хитрецы. Не-не-не-не-не. Капец, ну больно же. Не надо так делать. Если не вернусь, знайте его. Я умер бессловной смертью в войне с Гринписом. Так и запишем. Гори! Ещё раз гори. Так, капец, мы вообще насрать на огоне или что? Я не понимаю. Так, а тут у нас ещё доты, да? Верное, да. Да! Ну ты пал смертью храбрых, так сказать. Ты разведал обстановку, чтобы мы снесли этот дот. Всё, дело сделано. Блин, денег нет. Ну и чинись. Ещё тут один ублюдок идёт. Давай убей его. Блин, они как-то реально с подветренной стараются идти. Так, тут три танка на оборонке сидят, нормально. Хорошо. Так. Этот танк мы ещё чиним и отправляем, наверное, в подкрепление к нашим. Ну три танка, думаю, хватит. Как там после ядерный рим? Да нормально вроде. Да выгружайся ты, ёб твою налево. Как же вас тут не хотят воправить. Вообще не хотели поправить вас, да? Ваш искусственный интеллект. Искусственный идиот, блин, а не интеллект. Так. Всё, поехали. Так, ещё один танк выезжает, и в принципе можно уже ехать. Но, наверное, не выйдет, денег не хватит. Или хватит? Вот так. Всё, поехали. Четыре танка, думаю, будет достаточно, чтобы попробовать оборонку пронести. По крайней мере попробуем. Кстати, десант закончился. Может быть у них реально деньги закончились? Не знаю. Так. Всё, поехали. Если ради у них ничего уже не должно быть, ну типа доты и всё. Если чё, отъедем. Ну, доты были, да. Заезжаем в нагляк. Конечно, танки не хочется терять. Ох, твою налево. Сносим доты. Хорошо, эти тоже. Да давай, 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 давай. Огонь, 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 мужики. Потому что у нас довольно слабенькие. Ну как сказать слабенькие. Не сильно. Не то, чтобы слабенькие. Но зажечь можете в случае чего. Всё, стоим, отстреливаемся. Дистанция у нас большая, можем позволить. Как же больно, ё-моё. Надо ещё танки делать. Ага, нет. Да, доктора выжигаем. Так, разведка. Опа. Шпион. Потом переделать придётся и захватывать хронию. Может быть. Нам ещё танчик один. А лучше два. Так хорошо было бы. Но у нас даже на один денег не хватит. Так, ну чё, поехали, ребят. Потихонечку. Слушаем, тут все здания. Всё. По чуть-чуть. Тесла, так сказать, своё дело знает. Давай ещё одного на подкреплый отправим. Миссия такая. По большей части лайтовая. А это база бабахнула. Думаю, что там взорвалось уже. Когда что-то взрывается, мне кажется, всё не по себе, если честно. Так, что у вас тут ещё? О, казарма. Ну, была казарма и не будет казармы. Вам, в принципе, казарма-то не нужна. Так, а то у них одна база. У них же ещё, по сути, есть, да, наверное? Ну, скорее всего, есть. Не верю, чтобы у них здесь была одна база. Так что слишком мало. Ещё электростанции. Давай-давай-давай, работай, мужики. Всё, он тут посносим. Проклятые капиталисты. Так, что ещё есть? Ну, а денег у вас тут не было, не? Просто мне бы деньги пригодились. Ау-у-у, есть деньги какие-то. Сюда далеко ехать, конечно. Ну, тут их нет ни хрена толком, да. Толку не вижу. Но, наверное, можно. Сюда заехать? Так, тебя можно починить, тебя можно поменять на этот танк. Хорошо. Размен, размен пошёл. Или как же у меня мало танков? Опа, радар. Вверху база большущая. Ну, ничего, потихонечку расколупаем. Рим не сразу строился, как говорится. По чуть-чуть, потихоньку расколупаем. Надо просто больше танков. Потому что Тесла-танки, это, в принципе, ну, чуть ли не здесь имба. Нам дают их практически бесплатно. Будем пользоваться? Давай лучше починим этот сначала танк. Потому что он уже на ходу. А потом будем строить новый. Ой, что-то бабахнуло. Ой-ой-ой-ой. Это срань стреляет. Надо отъезжать. Мужики, давайте на перегруппировку отъедем. Просто пока мы до него доедем, это будет проблемно. Если он сам к нам придет, будет клёво. Опа, казармы. Думали, я вас не замечу? Попробую маму это построить. Да на него до хера денег надо. У меня столько нет. Я думаю, хэви-танками я обойдусь. Думаю, обойдусь. Да выезжай сюда, артиллерия. Давай. Блин, больно так как? Мои танчики убивают. Ага. Ты же показать свой нос? Иди сюда, скотина. Сейчас я покажу, где у нас раки зимуют. Иначе тоже. Блин, это больно. Не надо, давай двигаемся, двигаемся. Главное двигаться. Движение это жизнь. Убейте вы его. Чего он такой жирный? Хорошо. Все, дело сделано. Так, хилимся, живем, делаем еще танки. И в принципе, это наша будет такая стратегия успеха. Ну, по большому счету, кроме хэви-танков нам больше здесь ничего не надо. Если честно. Сейчас ими тупо и проедем. Мама-танки требуют большой компенсации за своих танкистов-сынков. Не, нам просто надо техцентр сделать. А техцентр сам по себе стоит 1500, что стоит, а как один танк. Еще мамонт 1500 надо будет стоить. Я не знаю, сколько он стоит, но... Ну, не помню. Но до хрена. Ладно, поехали. Этого, думаю, хватит, чтобы немножко тут линию пропушить. Надо бы где-то найти еще источник ресурсов. Ну, я думаю, нам этого до конца карты хватит. В принципе, так куда ты едешь, дурак? Так. Все, починился. Едь сюда. Следующий, так сказать. Тут два танка на дефе. Ну, тут есть какие-то деньги, но их тут совсем мало. Не вижу смысла вообще с удовольствием. Ну, вот тут может быть есть. Да, вот. Вот тут уже хоть что-то. Но это, если что, на всякий случай, если у нас будет жопа совсем по финансам. Так, а вот ты мне совсем не нравишься. Принтанк просрали. Ну, на войне не без потерь, как говорится. Думаешь, сыграть в Эйджер Сигмар? Нет. Не думаю, Макс. Это не моя игра, так сказать. О, тут дофига ресурсов, они классные. Скорее всего, нет, Макс. Третья часть, я Тиберий самовосстанавливался. Если ты про Тиберию, мою вселенную, то да. То-то он, кстати, тоже ресурсы самовосстанавливаются. Вот эти. Вот, есть шахта, ну, рудник. Он сам по себе восстанавливается. На самом-то деле. Ну, если ты не знал. Он восстанавливается. Очень медленная, правда. И даже есть в Стиме мастерской мод, который позволяет сделать так, чтобы он быстрее восстанавливался. Ну, не знаю, как-то большого смысла в этом не вижу. Типа прикольно. Ну, не то чтобы сильно. Так, а тут у нас все, да? Типа тут можно резать добывать. Все, хорошо. А вот на мостик надо будет потом подумать, как мы заедем. В смысле, Сайлос не едет? А танки? Что, шутка для вас? Как же больно, а? Доби его. Молодец. Делаем танчики. О, давайте бабахнем, ребят. Что, может бабахнем? У нас есть ядер, да? Сейчас. Аллах, бабах! Хорош. Чисто суицидник, блин. А сколько она стоила, ракета? 700. Дешево, кстати. Можно тупо ракет наделать и заехать на базу врага. И разнести ее. Такими темпами. Это вы, знаете, типа, какой-то прям жесткий совет раш. А ты что не хилишься? Такой, знаете, совет суицидал раш. По сюжету это тоже тиберий? Не, не, не. Это именно руда. Это руда. Тиберий это тиберий, а руда это руда. Довольно просто. Да, ядерка прикольная, согласен. Она очень прикольная. Так, тут заруба уже пошла, я что-то не понял, да? Ну, два танка справляются, в принципе. А кто кого бьет? Вроде наши, да? Так, танки просто по КД делаем. Они всегда пригодятся. Это наши выжигают тут, нет? Как вижу, ты ждешь ликвидейшн. Да, давно жду. Я в дискорде разработчиков за ней уже где-то как полгода слежу за этой игрой. А, ну да. А, это они хорвестеры мочат. Давай-давай-давай-давай. У противника и бабок не будет. Капец, они выжигают все. Да, куча этих танков, это просто смерть. Смерть воплотит. Смотри, что они делают, вообще насрать. Дистанция огромная, просто сносят все. Главное, можно случайно не сести. Это будет обидно. Смотри, что они делают. Вот, ну, мне разведка еще вменяемые было бы классно. Нормальная разведка, я бы тут все уничтожил. Здорово, Джейдж. Ничего страшного. Я не понимаю, за что вы извиняйтесь. Типа, ну, опоздали на стрим, ладно, бывает. Я потом все равно на YouTube загружать. Запись будет потом. Не переживай. Так, давай разведать, что-то тут у них еще есть. Все, что ли? Не, ну, я не против. Опа, шмаляет скотина. Ужат разведа, что-нибудь тут по округе, может быть, никто-то укрепление какие-то есть. Поездящие цели тяжелее попадать. Я просто нихрена не помню, что здесь вообще находится. Вроде здесь никаких укреплений нет, мост здесь сломан, к сожалению. Так, уезжаем. Уезжаем. А то больно делают. Все. Ты можешь ехать сюда. А где танк? Куда танк делся еще один? У нас было здесь два танка. Что за бред? Ладно, пусть будет... Точнее, у нас было три танка здесь. Так, он через низ поехал. Надо его принимать здесь. А, вы опять там едете? Как мило с вашей стороны. Давай удачи, КТ. Заходи к нам как-нибудь еще. А, нету, не едет снизу. Ну, хуже для тебя. О, суицидник приехал к нам. Да блин, что так больно. Капец, он больно делает. Ладно, поехали, мужики. Заезжаем сюда, держим позицию здесь. Еще танк сюда можно отправить один. Так, у нас там танки строятся? Да, строятся нормально. Не, ресурсы, как я сказал, нам здесь вроде как до консакадки должно хватить. Все, тебя отправляем сюда. Должно хватить до консакадки. По крайней мере, я так думаю. Так, хотя можно отправить на починочку. Танки здесь надо как зеницу ока беречь. На ПС можно было маневрирование танка во время стрельбы делать нажатием на шиты. Вроде да. Точно не помню, но вроде можно было. Так, а тут нас сломаны. Ну, здесь, получается, можно как-то к противнику заехать, да? У них же тут есть тоже побережье. Крейсера тут есть. Неприятные, ненавижу их. Мерзкие создания. Так, ну поехали. Разнесем эту срань. Разведки нихрена нет, но... Капец. Ну, мы можем и так справиться. Заезжай. О, базу открыли. Ну, с разведкой сейчас будет веселее. Танков просру сейчас, но... Своё грязное дело сделаю. Хотел бы пожить немножко. Так, да, база здесь жирная. Блин, пожить сказал, ага. А средние танки как легкие шмалят, да, как я понял? О, я сэр, 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 я сэр... Ой, вертолёты... Это подкрылёк вам едет, или как? Надеюсь, не сюда она едет. Так, а нам ещё надо взять, подождите, по заданию вообще. Так, а, мамочкой барреселёт... Идеально... А, захватить хронсферу надо, хорошо. Я уже забыл, какая вообще цель миссии. не всегда нравилось войне теперь я то что можно строить и хранилище рыдали 23 где хранятся фиг знает что у бога ну в принципе да здесь хрен поймешь чем где хранится но не знаю как-то я если честно особо никогда хранилище не любил строить их толку не особо много было так едем домой делаем еще хэви танки вы наверное судари остаетесь боем здесь почему как бы мы развали этим базу танка будет о это неприятно но у нас есть тесла танки нам насрать вертолетов к ее базе в принципе не обязательно эту базу ссылки сохранности до сохранять давайте засадимся кстати ну чисто мало ли 111 лучше слот для сохранения а насчет твоего вопроса крикит я даже не знаю после стрима смогу лист не смогу посолю по своему состоянию по что я может быть уставшись так что я даже не знаю так вас хилится отправляем музыка кайфовая даже не знаю я подумаю если не буду сильно уставший кода чисто два танка все делают туда по сути хэви танки и все больше тут ничего особо не надо для успеха и для хорошей жизни потому что они близко не подъезжали на дистанции держались но нам тут любезно почти всю карту открыли поэтому какие проблемы подъезжаем и дело свое грязное дело все готово да такая пачка хэви танков конечно решает вопрос база можно захватить что потом переплыть то я вроде так умею верфи делать так вроде как смогу переплыть нет вроде могу типа мне очень неважно а куда переплыть сюда два разведом чего не тут еще спасите помогите маленький легкий танк меня убивает так просто ближе к берегу да сделан свои верфи с биржеками и транспортниками моя тотальное уничтожение товарищ сталин приказа точнее товарищи тополов приказал всех убить я это делаю так значит нам надо получается вверх и заделать до танки отменяем тогда чтобы это сделать нам с вами надо воспользоваться следующим ходом во первых сюда отправить их во вторых надо сюда подвести конура вроде делается да да вроде конура нам в этом поможет я помню именно конуры можно туда пробиться сколько она стоит 200 дорого конечно крона надо будет попытки на остров да я понял тут в округе все закат о по кристаллике мужики снова назад домой я понял для вас приказ домой ничего не значит вас приказ не шагу назад так давай пойдем кристаллы заберем за них до хера денег дадут мы пока что конуры потихонечку себя сделаем путь серьезно ладно не проблема домой едем давай довольно долго миссия на самом деле долго потому что здесь типа ну пока одну фазу сделаешь по пока другую это долго миссия легкая делаешь кучу хэви танков которые работают как тесла и всю жизнь у тебя получилось так я давай нарко станцию на всякий случай будки с отоплением и освещением да да здесь она хрена им электричество какие-то будут будки взяли вырубили у нас электричество нормально так подожди тут есть еще кристаллы надо их если есть надо забрать нам они пригодятся думаю есть или нет ну там были на туда совсем далеко я так собирай хоть какие-то кристаллы забрал мне сейчас придется сахарозу качать качай макс сахароза как искал довольно сильный персонаж но у меня почему-то не получилось все нормально раскачать не знаю почему не то наверное я и взял нити арты блин ну кристаллы такой всех забрать ну ладно так ну нарко станцию думаю тут где-то влепим как раз таким уложите знаменитейшие будки с отоплением вас тут похилить еще надо тебя тоже можно похилить такой в принципе все здоровые всякие коко к вирусы не подхватили все у вас хорошо замечательно пиджака тут они позже тут ресурсы восстанавливающиеся нет да вроде не восстанавливается так все ставим электростанцию и делаем верфи очень и выгружайся от иди ресурсы забери раз они под боком есть так есть верфи почему так где вагончик был здесь ресурсов круто вот бы черт внезапно вылез перед хорвистом тани не то вселенная может быть когда-нибудь дюну мы пройдем 2000 на канале но наверное это тоже будет на стримах так мужики загружаемся я не знаю какой у нас десант предстоит сколько танков нам нужно но пятерка думаю заедет как надо не капец у туристов прямо можно брать ими обмазываться вот просто вот делайте все скриншоты ребят на рабочий стол и назовите себя в дискорде нефтяной магнат или рудный магнат круто же все загрузились поехали с удовольствием будину посмотрел а я бы с удовольствием прошел но это думаю будет ой как не скоро выгружаемся надо сразу этого покусить все стоим пердим ждем пока наши другие ребята выйдут можно тоже выгружать больше ударной мощи никому не помешает так ладно хроносферу не развалить чисто случайно значит нам нужен здесь инженер мистер инженер у меня очень много планов на самом деле по прохождением игр жалко многие люди эти мои планы не разделяют и по просмотрам да например на ютюбе там на твиче очень мало очень мало зрителей и так далее но я особо не унываю главное чтобы это было в кайф блин все хорошо так я ни хрена не знаю что на этом острове меня ждет кроме как пиздюли пиздюли меня всегда ждут и везде люблю ордосов а я довольно классический приверженец этого дела поэтому мне больше карту ой харпой фух чуть испарился оговорочка по фрейду мне больше от рэйдес и классика наверное да типа самая такая добрая ребята ну типа добре так и самое честное так сносим это судья мужики заезжаем потихоньку инженера давай сюда золотой магнат ну тут не золото тут типа это как она называется правильно руда здесь даже пока здесь даже непонятно что за руда просто руда давай удачи жечь жалко ты так мало у нас посидел хотелось бы чтобы побольше суббота как-никак специально рода лир пришел в субботу подрубить а чё-то народу так это что было за говно а хроносфера вот ты где обеспечим прикрытие нашему инжинистру инженеру и забираем ее по сути дела сделано я тут еще здоровенный кусок еще базы будет какой-то доказал что как интересно заезжая осторожненько что-то осторожно а у нее не красная жизнь и я ее не заберу наверное да или нет 10 30 любил за цвет а ну да 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 она что как разным цветом захватывать еще один проблем еще есть один инженер я кстати ордосом больше за цвет любил потому что я люблю зеленый цвет от ридосов я полюбил именно как фракцию типа то что не такие за честь там топят ну и так далее харкони мы подлые убийцы по большому счету и мощи насрать в этом-то их кайф так сказать ордоса это просто эти выдуманные вообще сука я знаю ребята они даже в книжках особо не были прописаны какие-то ребята которые типа это какие-то ребята которые типа любили на живу спайс больше всего и так далее долго на самом деле была миссия но прикольная прикольно тем что здесь по сути юниты перед перепутаны были я харконино за цвет и за мощь ну вот видите у каждого свои предпочтения это клево по сути ради этого разные фракции делали есть дело сделано да будет с каждым продателем родины и врагом здорово джо джо кира слышал о вселенной темного солнца в детстве лет десять наверное не знал от чего зависит когда здание можно захватывать ну я методом научного тыка это узнал джордан бранда здорово так ну 43 минуты до долгая долгая миссия но самое главное что дело сделано никого не волнует как долго мы тут сидели самое главное это результат а